Привет, мои дорогие зрители и подписчики канала! С вами мастерская Handicraft. Сегодня не будет никаких мастер-классов. Сегодня я хочу сделать обзор на очень важные материалы для любого скраббукера, такие как акриловые блоки и штампы. Я получила посылочку от интернет-магазина ScrapStamping. И сейчас вместе с вами я посмотрю содержимое этой посылочки. И здесь вот так все аккуратно, интересно, запаковано. И есть еще пакетик вот такой вот. Визиточка интернет-магазина. И вот такой вот прикольный сувенирчик в виде шоколадной конфетки. Итак, посмотрим сейчас содержимое пакетика. Вот такой вот прикольный акриловый блок для круглых штампиков. Очень удобно использовать. Также маленький акриловый квадратный блок. 5 на 5 сантиметров для каких-то мелких деталей. Штампики. Вот такой вот штампик в виде бабочек интересный. Квадратный штампик Travel Time. И штампик с таким пироженком. И набор наклеечек мне прислали. Такие вот листочки разные. Эмблемы хендмейд. Можно на любое изделие наклеить. Наклеечки сделаны из аракала. Кружочки интересные. Можно использовать в открытках разных цветов. Тут вот есть прикольные, блестящие. В общем, очень хорошего качества. Кстати, интернет-магазин может сделать любые наклеечки под заказ. И также штампы. Любые штампы можно заказать. Я обязательно закажу штамп в виде своего логотипа. И буду использовать его на своих изделиях. Итак, здесь, я так подозреваю, большой акриловый блок. Да, здесь большой такой акриловый блок. Для фоновых штампов. Очень удобно, так как фоновые штампы, они обычно 10 или 12 сантиметров. И их нужно наклеивать на какую-то большую площадь. Я думаю, что многие из вас задаются вопросом, зачем нам такое большое количество акриловых блоков. Ведь можно использовать какие-то подручные средства и, в принципе, наклеить штампы куда угодно. На самом деле, любому скрабукеру, даже начинающему, хотя бы минимальный набор акриловых блоков обязателен. Так как очень важно получать четкий и аккуратный оттиск. Ну и, конечно же, используя акриловый блок, вы всегда четко можете определить место, куда именно вы хотите поставить свой оттиск. Благодаря тому, что акриловый блок прозрачный, и, например, имея вот такой вот коврик для резки, либо какой-то другой размеченный лист, мы можем четко видеть, куда именно, миллиметр в миллиметр, ставить свой оттиск. Ну, давайте попробуем сейчас поставить оттиск с помощью акрилового блока и с помощью каких-либо подручных средств. Вот, например, какого-то тюбика от крема или пудры. Наносить чернила нужно похлопывающими движениями для того, чтобы не испачкать оснастку и не испортить. С помощью акрилового блока аккуратненько прицелиться и ровненько поставить штамп. Вот такая вот прикольная пироженка получилась. Ну и для сравнения я теперь этот же оттиск попробую поставить с помощью этого тюбика с кремом. Ну, во-первых, неудобно то, что тюбик он не прозрачный, он, как правило, имеет какой-то цвет. И я, например, очень плохо вижу, как ложатся мои чернила на штамп. Ну и сейчас примерно я попробую аккуратно поставить штамп. Ну, как видите, это практически нереально, потому что штампик съехал, то есть он абсолютно неровно. Хоть я и старалась прицелиться. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Я показала вам содержимое своей посылочки. Я показала вам, как работают акриловые блоки со штампиками, для чего они нужны. Я надеюсь, мое видео вам понравилось и пригодится в вашей творческой деятельности. Пишите свои вопросы в комментариях к видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного творчества, до новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok